Здравствуйте! Что можно сделать из футболок, из маек, особенно из детских футболочек, из детских маечек? Их эти футболочки жалко резать. Почему? Потому что, допустим, такая скромненькая футболочка с очень красивым рисунком. Здесь собачка, середечка, да? А впереди год собаки. Значит, можно сделать красивый подарочек. Уже само по себе напрашивается сделать из этой маечки, в данном случае футболочки, подушечку, подушечку в виде середечка. Значит, я взяла лист, это обои, потому что не нашла другого листочка, и вырезала такое середечко. И сейчас накладываю на эту футболочку и буду вырезать из футболочки середечко. И буду сейчас вместе с вами шить подушечку. Отличный подарочек. И деткам, и для себя, и кому понравится, тому подарим такой подарочек. Для того, чтобы это сердце не сдвинулось, я, конечно, булавочками скреплю. Значит, можно обвести рисуночек, середечко, а можно сразу здесь ножницы и вырезать. Ну, вырезать я буду тоже щадяще, потому что рукава пойдут на ленточки, а из ленточки сделаю пряжу с веревочки, да, и буду вязать коврик. Так, значит, таким образом я вырезаю середечко. Можно давать припуски, хотя швы у меня будут все, как я говорю, наружные. Ножницы заменила, все-таки бумагу нужно резать одними ножницами, а ткань, для ткани должны быть ножницы портняжные только для ткани. Иначе получается ерунда. Так, осталось что? Сшить. Можно опять. Так, это чтобы не я же не езжу. Теперь я сшиваю наволочку. И будет подушка сечь. Я взяла нитки мулины и буду этими нитками вот так по краю обшивать. Ну, в данном случае это будет будущая наволочка. Я шью, сшиваю вот эти два полотна наметочным швом. Видите, вперед иголочка идет, обычный наметочный шв. Значит, я пройду вот так вот в одну сторону, а затем в другую. Можно, естественно, сшить на машинке, сшивать. Но у меня она далеко стоит, и мне лень ее достать. Поэтому быстрее мне просто прошить простым обычным швом. И так я прошила, видите? Оставила небольшое отверстие. И буду наполнять синдепоном подушечку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!